центральной коммуникации, посвященной вопросам изучения национальной истории. Как вы знаете, в этом направлении сейчас по поручению главы государства продолжается большая работа, которая координируется специальной межведомственной комиссией под председательством государственного секретаря Марата Тажина. В зарубежных архивах работают группы ученых в целях расширения сотрудничества по вопросам развития исторических знаний о Казахстане. Проводится большая работа по усилению сотрудничества с зарубежными научными структурами в области исторической науки и знаний, включая организацию регулярного обмена учеными для непосредственной работы в архивах, а также для участия в археологических раскопках и научно-прикладных конференциях. В период с июня по сентябрь текущего года 23 человека посвятили зарубежной командировке. Сегодня мы ознакомимся с результатами археографической научной командировки группы ученых в Китайскую Народную Республику в города Пекин и Сиянь. О том, какая работа была проделана по сбору архивных документов по истории казахстанско-китайских отношений, выявление уникальных исторических памятников по нецарианству, древних эпитафических памятников тюркских племен, имеющих отношение к казахстанской истории и культуре. Об этих и многих других моментах нам сегодня расскажут специально приглашенные гости. Профессор, заведующий отделом Института Востоковедения имени Рамазана Бимашевича Сулейменова Абуситова-Бюре-Уадан. Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, ученый-секретарь Института Востоковедения Мансурова Асель Садыденова. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Востоковедения Ошан Жанамхан. Мироза Владимировна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Дорогие коллеги, перед учеными-историками Казахстана стоит сейчас большая задача. Она поставлена перед нами в плане переосмысления национальной истории на основе новых подходов изучения нашей истории. И, конечно, самое главное изучение этой истории основано на новых материалах. Эти новые материалы – это архивные источники, песненные, археологические, устные, а также артефакты, которые хранятся не только у нас в Казахстане. Они хранятся и, большей частью, я бы хотела сказать, в зарубежных фондах и архивах. И те материалы, которые сегодня обнаруживают и выявляют наши ученые, они показательные. Я хочу сказать, что перед тем, как выезжали наши ученые в командировки, научные командировки, были поставлены перед ними и задачи, и планы, и программы работы в этих архивах. И это, конечно, в первую очередь выявление, сбор, копирование этих материалов и, конечно, последовательное уже изучение и введение в научный оборот этих уникальнейших сведений. Как вы знаете, что у нас эта программа предусматривает работу в таких зарубежных фондах, и в таких странах, как Китайская народная республика, в Иране, Турции, Индии, Монголии, а также России, ну и в зарубежных таких странах, как Германия, Голландия, Великобритания. Это, конечно, не весь такой список, это только начало работы большой, новой работы по выявлению новых материалов. И поэтому сегодня мы хотели бы представить вам, так сказать, результаты научной командировки в Китайскую народную республику. Как вы знаете, в Китайской народной республике имеется огромное количество таких вот архивных материалов, как рукописных, археологических, а также артефактов. Это в виде различных эпитафических памятников и так далее. Поэтому вот группа, которая выезжала в Китай, во-первых, конечно, выявили наряду с этими памятниками, самое главное, на котором я хотела бы заострить ваше внимание, это, конечно, те рукописи, которые оставлены нашими предками, казахскими ханами, султанами, бадырами. Это великая переписка казахских ханов, султанов с правителями соседних государств. И вот результатом явились вот эти прекрасные тома, которые из этой экспедиции привезли наши ученые. Это 283 тома копий уникальных документов, архивных материалов, в которых имеется огромное количество таких сведений, как торгово-экономические связи между казахским ханством и соседними государствами, не только Китаем, но и Россией, кыргызами, кокандами, хивой и так далее. Это уникальные взаимосвязи, которые нам необходимо сейчас изучать. И самое главное, что наряду с такими вот переписками мы устанавливаем именно те внешнеполитические связи, которые сохранялись в то время и которые, в общем-то, имеют огромное значение для нас сегодня. И по этим документам мы можем восстановить историю как политическую, внешнеполитическую, социально-экономическую историю казахского ханства как раз-таки этого периода 18-19 века и более раннего уже 17-го, потому что в этих вот документах здесь 181 год. То есть более 72 тысяч документов, которые в этих вот домах. Но, понимаете, в этом китайском архиве, первом историческом архиве, сохранились еще более трех тысяч документов, которые остаются неизвестными нам. Но это работа будущего. Поэтому я бы конкретно только сказала, что вот сейчас, например, готовится большое мероприятие. Это трехсотлетие Аблайхана. И, кстати, вот эти документы, новые материалы, Великой переписки Аблайхана с правителями соседних государств, это будут сенсационные такие материалы, которые предоставят уникальные сведения о том, что среди этих материалов не только будут такие материалы, как внешнеполитические связи, там, дипломатические и так далее, но и доверительные совершенно. Потому что вот есть очень много писем Аблайхана и Цианнуня, это китайского императора, вот, где описываются просто обыкновенные пожелания, поздравления, более того, назначение послов в казахском ханстве или же вот в Циинской империи. И это все, в общем-то, как бы доставлялось в виде вот таких сведений, в виде вот таких писем. И я думаю, что те артефакты, которые на сегодняшний день сохранились, а вы знаете, это прекрасная картина, который сейчас хранится во Франции, дипломатической церемонии, значит, вот казахских послов, которые преподносят дары лошадьми, или же, например, те артефакты, которые... И полотна этого известного итальянского художника Джузеппе Кастильони, который был придворным художником Цианнуня. Их очень много. Вот мы только начали, значит, работать над выявлением этих вот артефактов, где запечатлены наши послы, посольства, целые караваны, которые, в общем-то, посетили вот именно, так сказать, империю, Цинскую империю, Пекин, Сиань, другие города, Кульджа. Эти вот необыкновенные ярмарки, где участвовали наши, так сказать, не только ханы, но и султаны, великие батыры. И об этом всем запечатлено вот в этих вот документах. Поэтому, конечно, вот и самое главное, я хочу сказать, что первый исторический архив Китая, с которыми мы уже работаем, да, они нам сказали, что этими, этой информацией, этими документами владеют на сегодняшний день Франция, Соединенные Штаты и только Казахстан. То есть вы понимаете, что доступ к этим архивным материалам, он не совсем простой. И поэтому, конечно, доверие наших китайских архивистов, вот нашим исследователям казахстанским, говорит о том, что перед нами еще большое будущее по выявлению этих источников, изучению. Я, конечно, могу много говорить об этих сведениях. Я думаю, что предстоит нам большая работа систематизации, каталогизации вот этих вот архивов, материалов, документов. Вот мы планируем создать такой каталог и оцифровать эти все документы, и которым аналогов в мире не будет. Вы понимаете, это будет вот именно история культура Казахстана, письменных источников, архивных материалов, артефактов, которые будут издаваться, это же ведь огромное наследие, культурное наследие, это сокровище, которое останется для будущего поколения, для наших молодых, которые смогут сказать, да, у казахов была государственность, да, у казахов была письменность, была своя канцелярия, дело производства. Как казахи, которые имели огромные и большие дипломатические связи, не только вот здесь вот, конечно, мы знаем, что соседями, вот правителями, правителями соседних государств, это Китай, Россия, там, Центральная Азия, но есть и документы, которые мы нашли и в других еще фондах, зарубежных, где говорится о связях и с западными странами в то время. Поэтому я думаю, что это действительно должно быть, вот эта программа, она уникальная в этом плане, и говорит о том, что, в общем-то, о том, что наше государство, оно было равноправным в то время, когда владело, значит, и когда вело свои эти политические связи, внешнеполитические связи. Это, во-первых. Во-вторых, самое главное, я хочу подчеркнуть, что наши правители, казахские правители в то время, оставили огромное богатство, которые сохранились не только в фондах наших музеев, но есть очень много таких артефактов, которые именно визуально показывают в виде миниатюр, различных прикладных каких-то таких вещей и так далее, картин, которые запечатлелись визуально, показывают о политической иерархии казахского общества, о том богатстве и, я бы сказала, быте традиции казахского общества того времени. Поэтому я думаю, что эта программа должна продолжаться, и мы, ученые, конечно, приложим все усилия, чтобы в дальнейшем это довести до такого, в общем-то, результаты, когда, как вот я вам говорила, будут созданы такие монографические исследования, каталоги систематизированные, будут опубликованы ряд серий исторических монографических исследований, и самое главное, что этот уникальный новый материал войдет в учебники, учебные пособия для наших школьников, студентов, и вообще это, так сказать, популяризироваться будет на самом-самом таком и высоком, и в то же время демократическом таком обществе. И самое главное, это будет иметь международный имидж, и будут знать, кто такие были казахи, как они жили, чем они владели. Но я хотела бы так сказать, что помимо вот этих вот письменных архивных материалов и источников, были также обнаружены такие артефакты на территории Китайской Народной Республики, это мы были не только в Пекине, но и в Сиане, были обнаружены эпидемические памяти, памятники древних тюрков. Это тоже, это VI, IX и даже XII век. Это, так сказать, глубь истории. Для нас очень важно сейчас для историков найти побольше новых материалов, которые ведут нас в глубь истории. Это древность средневековья. То есть нам надо протянуть эту историческую преемственность нашей казахской государственности. И поэтому вот эти материалы, которые привезли в виде копии наши сотрудники, в виде эпидемических памятников и памятников различных там, поднестарианству, вот, они прольют новый свет, и я думаю, это будет новый взгляд на нашу историю. И в связи с этим я бы хотела предоставить слово ведущему научному сотруднику институту востоковедению, женам Ханушам. Время, так сказать, Тем временем cards были в микроор overseas в России, которые были созданы в мире и в Китая, которые были созданы в Китай-чине, созданы в Тургахстане. Также у нас были использованы в Ирины, и в Китай-чинстве. Такие болты, изellen украинские Andro на том, что он был создан в Тургахстане, которые были созданы в будущем, как и из этого, которые живут в жизни в мире. Возможно, в том числе, в том числе, по сути, в Турке есть тарик и тулган, в Китайском языке, в Майхарском языке, в их жизни, в их жизни, в их жизни. Это для нас есть больше, потому что В этом году мы находимся в Китае в Китае и в Китае. Чауы осыган к дейн, жабыкорган дюниелерный мазым толктауа ттен маңызды олуп отыр. Сондықтан, осы шолығы акелген жұмыстын ишіндеге дюниелерің ишінде алыбай татын басақ, екі дүние. Бұған дейін, осындай ескер кештердің көбісі қытай тілінде, қытай еро группын жазылдан баса, ең соңғы ет, бұл осы маусымайында Сияң қаласынан көне түркі тілінде, түркі руникалық жазылымен, жазылған және қытай жазылымен екі түрді мәтінде жазылған ауысында ескер кешті алылды. Бұл ескер кештің бейлізгі бастамында қытай ере группында қара болтырып, ке чор тегіндің ескер кешті деген деп атқойған әді. Кейін келе жаңағы руникалық жазылығы ұға байланысты. Бұл ескер кештің қары шор тегін түркі тегіндің құрметіне қойылған ескер кешті екеніндегі анып болды. Ағының үшінде мазымдағы көрдіңелер, осыған кедейін аталымышта өрдегі тәрек қатысты әребеттерде тезігетін мазымдар толптырып беріп өтір. Бұдан басқа қазір кезде енді сияң қала сөздеріңіз білесіздер, көне қытайдың астанасы. Чаңан болған кезінде түркі дәуіріндегі. Осыған байланысты Ортазиядан, осың түркі қағырақтарынан осың, осың үлкен қалаға жан жағыман қалықтар келіп жеткен. Ортазиядан, Суғыздердін, Суғыздек Слоглырдан, Қағырақтарын, үндиядан, бүккіл дендерін тұғысқан жер ошшыырды болған. и потому что это пересидевых нет и пересидевых в . И И на в на каула курус старта на текаре новое байлансы кала аума оно баран сайл улыбай он оба ирақ байлансы буромбыкор на форумдарды н көптеген аркология вашим старжин бетер осы же осы желтый дэн визатку ескер киштет ажидар мына бәрлігарин ебізді түркі колдарам иллайн сезон тарикимыз акт сеттен дар семес олардың көбезлеріне вайласы где менде осыныш де Играет музыка. Рахмет, я хотела бы еще добавить к этому, что историю и культуру каждого народа надо рассматривать во взаимосвязи, в частности казахского народа. Во взаимосвязи, взаимовлиянии, взаимообмене. И вот этот Великий Шелковый Путь, который прозвучал еще в древности, это уже и VI, и XII век, дальше новый импульс этого Великого Шелкового Пути, это XVI век, когда казахское ханство крепчает и так далее, и набирает силы. И я уже хочу сказать, сегодняшний день, когда Великому Шелковому Пути придается новый еще импульс развития, это наши отношения с нашими соседними государствами, и обращается внимание на экономический эффект от этого Великого Шелкового Пути. Поэтому то, что было раньше, в прошлом, мы должны это сейчас также исследовать, изучать и писать об этом. Поэтому следующие памятники, которые были также обнаружены и выявлены в Китае и в Сиане, и также имеют отношение и к Великому Шелковому Пути, и вообще взаимосвязи уже религии, так сказать, межконфессионального, можно сказать, уже межкультурного, так сказать, связи и обмена, вот, пожалуйста, сейчас вам доложит осель Мансурова, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения. Спасибо. Прежде всего, конечно, хотелось бы отметить, что в своих выступлениях наш президент Нурсултан Назарбаев на съездах мировых и традиционных религий уделяет особое внимание изучению истории религий, которые распространялись на территории Казахстана. В частности, это, конечно, такие религии, как христианство, книстарианство, манихейство, тингрианство, шаманизм и другие. В связи с чем, вот, целью нашей поездки в Китай именно явилось выявление уникальных исторических памятников по нестарианству, которые сохранились на Великом Шелковом пути. В Средней Азии, как вы знаете, нестарианство начало распространяться в VI веке, и те памятники, которые были найдены нами, копии памятников, и привезены. Они датируются VI по XIV век, и на стеллах, на этих памятниках, значит, текст в основном на сирийском и древно-тюркском языках. Следует также отметить, конечно, эти памятники нестарианские были найдены, обнаружены ранее на территории Семеречья, Киргизии, Монголии, однако в Китае эти памятники найдены впервые. Впервые это следует особо отметить, поэтому именно сравнительно-сопоставительный анализ данных памятников позволит нам в будущем, значит, раскрыть некоторые проблемы этногенеза нашего казахского народа. Кроме того, значит, историю религии, историю, значит, сложения древне-тюркской письменности языка, восстановления исторической памяти, становления и развития тюркского каганата. Также, значит, и данные выявленные, копии памятников нестарианских, они, значит, дадут нам в будущем сведения о существовавших этногеографических связях древне-тюркских народов до эпохи Чингисхана. И также они помогут нам восстановить систему наследования власти, верховной власти у тюрков. Поэтому в будущем у нас предстоит очень большая работа именно по расшифровке древне-тюркской письменности, сирийской письменности на данных памятниках. Вот, спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, теперь вы можете задать интересующие вас вопросы. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Алия Моиситова, газета «Вечерняя стана». Скажите, пожалуйста, кто является авторами переписки между правителями казахского ханства и Цинской империи? И уточните, пожалуйста, на каком языке вот эти рукописные, получается, источники? Спасибо. Вот в этих документах очень часто авторами этих писем выступают Аблайхан, Абульпейс Султан, Бопа, Уали Султан и многие другие. И, в общем, здесь можно перечислять, потому что здесь не один только автор с нашей стороны, то есть со стороны казахского ханства. А со стороны Китая это, конечно, Цианун, вот сам император. И там ряд, очень много санумников. Вот вы не забывайте, что... Просто я хочу даже сказать, вот я сама в руках держала эти документы. И они вот в таких конвертиках сейчас хранятся. И первое, что они были написаны, тут был вопрос задан, на каком языке? Это на маньчжурском. Это был тот период правления Циануния, как раз, когда официальным языком был маньчжурский. И поэтому все делопроизводство было на этом языке. Но санумники, которые сидели вот в этой канцелярии, одновременно переводили на китайский. Но также документы поступали из казахского ханства на ойратском, на чагатайском языках. И они переводились этими санумниками китайскими на маньчжурский язык, а потом и на китайский. То есть в одном конверте там есть оригинал письма, допустим, Аблайхана, который написан на чагатайском языке. К нему в этом конверте на это письмо вложено перевод на маньчжурский и на китайский язык. Более того, я считаю, что один документ, который писал Аблайхан, это источник для нас, так? Это архивный источник. Второй документ, когда уже давали оценку этому письму санумники, то есть дело производства китайские, они писали, кто такой Аблайхан, кого он представляет, кто ему подчиняется, где его ханство расположено, чем он владеет и так далее. То есть это тоже огромная информация, которая дается в одном этом документе, в одном конверте. То есть я хочу подчеркнуть, что уникальны эти документы тем, что, во-первых, мы имеем как бы один оригинальный документ, это вот самого автора, который пишет, следующий документ, который интерпретирует этот документ и доводит до сведения того же императора. Таким же образом Цианнунь отправляет эти письма на маньчжурском языке, и уже в нашей канцелярии, это наши, как говорится, талмачи, переводчики, они переводят это на чагатайский или же на иранский языки. Вот таким образом. Так что, если я ответила полно на этот вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, информационный агент Сабиневский Зет, Жанна Накипова. Вопрос такой, с какими архивными учреждениями Китая подписаны договора по поводу изучения архивных материалов? Спасибо. Ну я, наверное, тоже отвечу, потому что, значит, во-первых, первый договор, который мы подписали с первым историческим архивом Китая, это был уникальный, конечно, договор. Я только что вам сказала, что сами архивисты китайские говорят, что к этим архивам были доступны только исследователи из Франции и Соединенных Штатов Америки. И вот, так сказать, только наша третья страна, которая владеет этой информацией и вот этими документами. Это первый исторический архив Китая. Значит, пролонгирован этот договор буквально вот в рамках программы «Народ в потоке истории». И вот первая группа наших ученых, так сказать, посетила этот архив. Следующий у нас договор подписан также в Китае. Это с Институтом Восточной Европы, России, Центральной Азии, где также имеются материалы, очень интересные для нас, и документы, и по которым мы сегодня также работаем. Но это то, что касается Китая. Ну, а Пекинская библиотека и архивы, они доступны вообще-то нам. Вот. И что я хотела бы подчеркнуть вот в связи с этим, мы также подписали договор с архивами Франции, Национальным архивом Франции, и вот, значит, по работе последующие там. Дальше мы также подписали такие же договоры с иранцами, вот, с иранской стороной. Это национальный центр при, значит, Министерстве иностранных дел, который владеет тоже такими же очень интересными документами, вот, вот, и в частности перепиской казахских ханов с сифивитскими правителями Ирана, вот. Ну, и здесь можно еще перечислить, просто я хочу сказать, что действительно вот эти подписанные договоры между нашим институтом и другими учреждениями архивными вот этих государств, куда мы едем работать, это большое подспорье, потому что не все архивы открыты для исследователей. И поэтому я думаю, что мы будем дальше в будущем продолжать эту работу, вот, подписание, значит, разрешение работы с архивами. И я думаю, что это поможет нам в дальнейшей работе по выявлению новых материалов архивных по истории Казахстана. Спасибо. 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 На этом хотелось бы поблагодарить вас за содержательное выступление. Большое вам спасибо. На этом мы заканчиваем наш прессинг. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.